Ну не только вы любите сладкое, но и мыши его любят. Это ужас. Идите в школу полиции, учите законы. Вы некомпетентны. А вот так вот ходить снимать дурачком, это может каждый, понимаете? В сантиметрах от кассовой зоны на меня было совершено нападение. Вы не уважаете сотрудников полиции. Вы сотрудник полиции? А сейчас? Вызвали? Я вызову полицию. Вызывайте. Да, давай. Поймем. Купка же направо снимается, человек нападает. Вызвали? Санитарные нормы это не про дикси. Давайте с вами посмотрим. Морковка вся в плесени. Идем дальше. Арбуз проколотый еще, наверное, года два назад. Все, кто-то, кто-то, кто-то. Да. Капуста вся в мухах, во-первых. Во-вторых, вот гнилая вся лежит капуста. По грушам летают мухи и груши гнилые. Вот, посмотри, здесь еще тоже гнилая груша. Из-под палетов вытекает гниль. Почему по-вторых? В магазине тотальный бардак, вот прямо отсюда. Тотальный бардак, ничего не разложено. Все лежит кое-как. Вот это вот откуда? Что это? Конфеты все перемешаны. Вот здесь один вид. Здесь вот еще другой, третий. Я думаю, если покопаться, тут еще несколько будет. Как все это лежит в зале? Это неровные какие-то кладки. Это хаотично разбросанные коробки с конфетами. Что вы понимали? Даже стоит корзинка, корзинки, йогурты, которые должны храниться в холодильнике. Не йогурты, да, творожные. Причем до завтра. То есть их сняли и их не сняли. Я не знаю, что это. Пипец какой. Хлеб. И все, как мы любим. Эвакуационный выход в Дикси заставлен тележкой. Тотально грязный пол. Ощущение, что здесь не убираются годами. Просто подснимем вот эту вот грязищу, которая... Муравьи. Муравьи. Вот вышел. О, о. Мышиные какашки в орешках. Да и, в принципе, сам факт орешек, которые вот рассыпаны на витрине, достаточно странные. Да, она здесь точно. Маленькая, селенькая. Вот прогрызана. Это не выглядит. А вот здесь мыши кушают сладкое. Ну, не только вы любите сладкое, но и мыши его любят. Посмотрите, как здесь рассыпан сахар. И вот здесь есть именно даже прогрызанное место. Смотрите, здесь все, все рассыпано. Вот это вот что? Вот это вот. Вот это вот что? Вот это вот все. Это какой-то капец. Дикси в бельюре, вы что делаете? Мамаева побоище. В рамках Дикси выглядит примерно вот так. Там все завалено. Все вскрыто. Молоко на полу. Молоко на полу разлитые. Посмотри, куда долилось. Что это за бардак просто вообще? Здесь творится какой-то кошмар. О! Молоко на полу. Что ты можешь сказать о качестве продуктов в Диксель? Мышь дегустировала орешки до 25 мая, но нормально, это же Диксель В Диксель, в котором никогда не убираются Диксель, да, так грязно? Без комментариев Снимай, Юль Я вызову полицию Высыпайте Да, давайте Вызвали? А кто дал право снимать людей на камеру? Ну кто давать разрешение или что? Что делаешь? Кто дал право снимать людей на камеру? Кто дал право нападать на людей? А кто дал право снимать людей на камеру. У меня есть разрешение. Да, покажите. Я вам давала разрешение, что вы можете снимать. И что это? Разрешение на съемку. У нас, короче, три человека пришли снимать просрочку и снимать на камеру. Приявили. Ну что он мне делает? Погналите? А детей вам кто давал право строить? Хорошего сейчас даю. Кто? Смотрите. Я вижу, что просрочку вы можете снимать. Кто хотите. Это для детей до 19 мая. У тебя совесть есть? Я нет. Причем я вообще стажер. Стажер отсвечен. Кто дал право снимать людей? Конь в пальто. Вот это вот рисунок я тоже могу нарисовать. Кто дал право детей травить? На людей-то почему нападаешь? Потому что вы не имеете право снимать на камеру. Да что ты говоришь? Полицию вызывай. Вызывай. Да, здравствуйте. Я его хотела не помочь. Ну а, собственно, как-то так. Началось все с нападения на нашего оператора в момент, когда мы уже собрали две тележки. То есть, сотрудник ходил мимо нас, он понял, что мы собираем просроченный товар и он напал на оператора, ну, с целью, видимо, отобрать имущество наше, ну, я так считаю. И, соответственно, причинил оператору физическую больницу. Ну, я считаю, что полицию теперь обязательно надо дождаться и оформлять магазин по всей строгости закона. Ну и, разумеется, мы уже приобрели до 10-го на 6-го детский биолог зеленый обувь и для детей до 6-ти лет. Ну что, подождем полицию. А у нас тут товар слегка с говнецом. Ну, это к администратору вопрос, а не к нам. Администратор-то можно пригласить? Ну, вот он вам тут с вами ходил. Это стажер какой-то с нами ходил. Ну, не знаю. Неадекватный причем. Не в себе стажер ваш. Так что она врет, получается, да? Она не стажер, оказывается, никакой. Ну, администратор ваш, наверное, сегодня последний день работает. Да, давайте закроем этот магазин. Я даже буду рад. Нет, давайте его, наверное, пробьете, а потом закрываете. Сейчас вообще речь о моем здоровье. А позовите администратора, что ли, а то она расслабилась, что-то у себя там. Не знаю, давайте я вам позову. Смотрите, целый день ехать. Синьку что, не продают сегодня? Вы что в натуре? Ну, это не моя. Синьку не продают сегодня. Синьку продают пятерки, дружище. Нет, я серьезно не говорю. Синька пятерки. Как так вообще? Не продадут, не продадут, уже отказались. Нет, Синьку не продают. Я за пятьсот пятьдесят с лишним не готов, по-моему, продать. Своего кармана. Стоят, дружище, по сто пятьдесят килограмм. Ты сколько весит? Сколько вы его весит? А вы умный? Я умный? Если я умный, вы, значит, глупая. Что еще? Мне надо паштет взять и буки. Ну иди, бери. Что ты к людям-то цепляешься? Я к людям цепляюсь. Это вы к людям цепляетесь? Да ты к людям цепляешься. Это же не будешь говорить, сколько она весит. Понял? Понял. Ну вот иди своей дорогой. Зашел. Суд там, полиция там. Пошел вон. Я в суд пойду на вас жаловаться. Вставай. Паштет раз зажгать буки не могу из-за вас. Из-за нас? Из-за вас? Потому что вы встаете и тут начинаете какую-то ерунду устраивать. Так же как ты встали в очередь. Отстояли ее. Ваня. И тебе того же. Товарищ парашник. Из Москвы она ехала. Чтобы парашника поесть. Вот рядом. У вас в Москве там парашника хватает. Вот таких партий там не хватает. Таких партий там не хватает. Вот парашников обыкновенно. Я бы там устроил ее. Учка, ну мать вам. Давай говори. Мы все на заводе. Я на заводе работаю. Ты знаешь, где я работаю? Гость-звездный час, говори. Ты знаешь, где я работаю? Говори твой звездный час. Я в Туле работаю на оборонном предприятии. Ты где работаешь? Ты там уже не работаешь. У меня жена в магазине работает, в таком же. Работала здесь же. Сейчас Туля работает. Что ты мне будешь объяснять, как здесь устроено, когда я все знаю? Детей травят, алло. Детей травят? У меня двое, вот таких, маленьких. Еще мне будешь рассказывать, ёпта. Подарю. Не надо ваши подарки. Я вам могу подарить. Это подарки магазина. Просрочка детская. Да, представляешь? Устройтесь сюда и проведите все. Да, что еще мне сделать? Что еще мне сделать? А вот так вот ходить, снимать дурачком, это может каждый, понимаете? А вот у меня жена работает и ходит, блядь, неурочное свое время и снимает вот такие продукты. Да, и людей травят в Туле, да? И мы тоже их снимаем. У нас есть с ней что-то общее. Давайте, устраивайтесь в магазины. Работайте, ребят. Еще что сделать? Шутки меня можете поцеловать. Есть такая работа, братан, людей спасать. Ну ты знаешь, дайте только сетевые сети устраивать. А где администратор-то? Че она не пришла-то в итоге? Где она есть-то? Ну позови еще раз. Да ладно, не хочет. Это ее работа. Ну я понимаю, что это не моя работа, а ее. Вы же сейчас понимаете, весь кипс она сейчас устроила. Отлично. По-моему, ничего. Ну мне вообще-то работа. Знаете, как поступим? Мы, наверное, все купим это. А я вам все это не продал. Вы не имеете права, нам все это не продали не имеют. Мы уже продали. Я ничего не продал. Вы лично мне продали? Нет, да. Когда? Человек-то есть, что я лично. Подтверждение документальное. Да вашего косяка нет. А вы лично я вам что-то продали? Документальное подтверждение, что лично я вам что-то продаю. Свидетельские показания достаточно. Блин, короче, нет. Ну никаких претензий к продавцу нет. Это к администратору будет. Это не вам претензия, понимаете? Ваша работа просто продавать. То есть у вас нет обязанности осмотреть сроки годности. Вот вы первый раз делали правильно, А сейчас вы сделаете наоборот неправильно. Хорошо, давайте не будем с вами выбрасывать. Вообще, у меня уже голова, честно говоря, квадратная. Тут алкоголь берут, который что-то не пробивается. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Правильно поняла, я сейчас тебе все объясню. Нашел классный телеграм-канал. Десятки тысяч промо-кодов. Скидки на еду, на доставку. Такси от одного рубля. Подписка на YouTube премию. Поряд премиум. Пожизненная. И вот оформил кинопоиск HD на 90 дней. Сейчас выбираем сериал, который будем смотреть. Никак не определились еще. Ссылочку на телеграм-канал оставлю в описании. Следственная оперативная группа, да? Да, следственная оперативная группа. Вы-то нам и нужны. Отлично, да. Будем разбираться. Да, не станет. Идать. Ну и вам привет, друзья. Я не хочу, чтобы выключить сеть. Все, 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 все. Все, 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 все. Все, 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 все. С шести месяцев, что образует 238-й состав Уголовного кодекса Российской Федерации, через 2 пункта Б. Что, что на новую состав? Какая разница? Одной даже достаточно. Даже одной штуки достаточно. Сносительно, вот мы вас зафиксируем. Возьмем заявление, вас скажем. Нам еще интересно, что заявитель скажет. Вот человек, который сделал сообщение в полицию. У нас не запрещено снимать, нам запрещено выкладывать в соцсети. В смысле, у нас это не запрещено? Я не давала права, чтобы меня снимали на камеру. Вас снять могут, но они не имеют права выложить. Без вашего разрешения, соцсети. Если ваша обветка является основным. Скажите, скажите ваше разрешение. У меня прекрасное разрешение, я покажу обязательно. Мы можем еще и выложить. Вы имеете право в конституции, даетесь такое право. Но я так понимаю, вы извиняться не стоит. Только с разрешением. Вы можете его использовать для обжалования или для доказательства противоправных действий. Идите в школу полиции, учите законы. Вы некомпетентны. Вы будете изымать и описывать детское питание просрочное? Хорошо. Мы сейчас в Роспотребнадзор позвоним и решим этот вопрос. В 870 приказ МВД подсказывает полицейский. Какой Роспотребнадзор? Заявление напишите, пожалуйста. Дайте объяснение по данному факту. Изымайте сначала. Вы сначала заявление напишите. Нам надо собрать материалы. Мы будем собирать материал с вами, а следователь будет работать с остальным. Что вы набрали, то он и изымит. Ну, мы сейчас два заявления напишем, я так понимаю. Ты по-своему, я по-своему. Соответственно, вот это надо тоже описать. А пишет следователь, не переживайте. Все опишет, все изымит. Другой, Ваше. Я буду заявление писать по нападению. Да, было нападение, соответственно, делаю. Потому что вы не имеете права на меня снижение. Изучайте гражданский кодекс. Там полиция, там, идите обжалуйте, а не нападайте на тебя. Вы не имеете права на меня. Я не нападала, просила, просила по-хорошему. Нет, вы на меня напали. Было нападение. Будут изыматься видеозаписи с магазина. Будет факт нападения подтвержден, обязательно. В вашем магазине, в администрации, как это? Вы сейчас говорите снимать. Потому что у нас не хватает персонала. Поэтому вы людей травите? И детей травите? Поэтому? Я думаю, где удобнее будет написать? Сейчас машина приедет и напишет машину. Не, мы здесь будем, в магазинке. Вы же не будете отправить с нами в машину? Вот кто же это на вас? Ну, есть и правонарушение. Даже преступление, по моему мнению, есть. Протокол осмотра, место решения, составит следователь. И вы, как бы, сейчас лица будет туда вписываться. Я согласна, это прям сейчас. Не с этого вы начали, девушка, понимаете? Вы не имеете права меня снимать. Мы им права снимать, если вы закон не знаете. Вы даже бы могли бы сказать, кто вы, что вы. Вы как граждане. Вы как граждане или какая-то общественная организация сейчас? Мы покупатели. Мы действуем как покупатели. А там, я не знаю, может быть. Можно такси? Нет, не надо со мной говорить. Говори. На камеру я не буду. Нет, на камеру. Не буду. Напал на меня на камеру, а сейчас хочешь поговорить без камеры. Ты же смениваешь меня на камеру, правильно? Так ты напал на меня при камере. Я тебя просила по-нормалу? Нет, не просила. Подошла, сразу напала. Сразу напала. Я сказала, что я сказала, уберите телефон. Она администратор просто. Я администратор. Кто сейчас самое старшее лицо в должностном магазине? Алло. Вот. Следственный комитет будет разбираться. Что случилось? С тобой стажер. Слишком не по-человечески ты общаешься. Слышка. Вы к мышкам относитесь? Отлично. У вас тут их много, да? Вы их кормите? Я их не считаю. Видели, сколько там мышиных какашечек? Как же много у вас, да? Я не знаю, я вот здесь работаю. Не видели мышек? Нет, я не видел мышек. Я прям слышала, там семечки сейчас грызет, сидит. Ну, пускай его покушают. Что я могу сделать? Вы любите животных, я поняла. Все правильно написано. Да. Так, зачитайте, пожалуйста, чтобы я полностью картину тоже мира. Что я 12.06.2021 года, около 21.00 часов, находился в магазине «Дикси» по адресу Тульская область, город Белет, улица Советская, дом 81. 79. Так, теперь где мы остановились, вот 81. Процесс нахождения в торговом зале магазина. Примерно в пяти метрах от кассы, от кассовой зоны на меня было совершено нападение. А именно, меня схватила за кисть правой руки неизвестная мне женщина, в форменной одежде сотрудника «Дикси», которая представилась как администратор, стажер магазина «Дикси». Чем причинила физическую боль и морально-нравственные страдания. Также требовала прекратить ее снимать. Прошу привлечь данную женщину к ответственности, так как в ее действиях усматриваются составы правонарушения, предусмотренного статьей КОП РФ 6.1.1, а также КОП 19.1. Хочу добавить, что дом не 81, а 79. Так называемый «трекорный». Сейчас, шутим дом. Прошу привлечь данную женщину к концу «Дикси» к концу «Дикси». Кому вы в неважительной форме со мной разговариваете? щелкайте пальцами, вы сейчас неуважительный форумер, вы не уважаете сотрудников полиции, вы не уважаете сотрудников полиции, я представляю власть, вы не уважаете в моем лице власть, вы власть представляете, вы серьезно, вы сейчас дихость защищаете, тем, что вы хотите нас убедить, что мы написали в протоколе осмотра, изымим камеры, поясните в объяснении, где они находились, а изыматься будут из этого места, где они сейчас находятся, в присутствии понятых, которые подтвердят, что данные продукты находились здесь, и с этого места их изымут, а если вы хотите утверждать, что они стояли не в том месте, дадите объяснение, будут изъяты камеры, и проверка проведена по данному факту. Все сказали? Да. Уверены? Да. А теперь на пункт закона сошлитесь, какого? Какого норм права? Что вы хотите написать неправду сейчас? Пункт закона. Какую неправду? Я ссла, еще раз тебе говорю. Не разговаривайте, пожалуйста, со мной в уважительной форме. А то что? А то, что я выставлю рапорт, что вы в неуважительной форме со мной разговаривали. Выставляйте. Оскорбляйте меня. Я считаю, что вы оскорбляйте меня. Выставляйте. В суд еще подай. В суд будет подавать юристы. Пусть подают. Поплачутся. Законов не знаешь. Я говорю, ссылайся на норму права. Какого права? Такое. Либо баллонов, либо куапа, на что ты ссылаешься. Вы на кой норм право ссылаетесь? Хотите повлиять на меня сейчас? Это ты должен мне говорить. Я гражданин, а ты, как сказал, сам представитель власти, должен это знать. Данный продукт находится здесь и здесь отсюда не буду. Сотрудник полиции, вам знакомо такое понятие, как схема места происшествия? Что касается продуктов питания и нарушения на продовольственном рынке, продукты в терешку сами по себе не попадают. Вот вы дадите объяснение, откуда они сюда попали. В протоколе будут изжиматься. А вы кто в СОГе, в составе СОГа, вы кто? Уперполномоченный. Уперполномоченный. А следователь, по-моему, главный институт. Смотрите, товарищ следователь, все равно ответственность будет сил унести за любые процессы нарушения. То, что он сейчас несет. Прошу вас, разговаривай со мной, уважающий Антоний. А, хочу, так и разговаривай. Я с сотрудником полиции не вижу перед собой. Вижу нарушителя закона. Вы, разговаривай со мной в неуважительной тоне, оскорбляете сотрудника полиции при исполнении своих служебных обязанностей. В чем было оскорбление? В точности, в чем было оскорбление? Может, я в чем-то была действительно неправа? Было какое-то оскорбление? По-моему, вас не оскорбляло. Вы щелкнули и перевлекались. Это не оскорбление. А как вы называете? Я попросил оскорбить в самом уважительном тоне. Я в уважительном тоне общаюсь только с теми, кого я уважаю. Вы не уважаете сотрудников полиции? Нет, я лично вас не уважаю. По какой причине вы лично меня не уважаете? Потому что вы пытаетесь прикрыть грязные дела вот этого магазина. Вы пытаетесь нас повлиять на нас, чтобы вы писали неправа. Таким образом? Вы требуете, чтобы в протоколе осмотра изъяли с того места, откуда вы принесли данный товар? Нет, не изъяли, а зафиксировали это место, откуда был снят товар и положен в тележку. Не надо интерпретировать, как вам удобно изыматься, он будет из тележки, а не оттуда. Будет изыматься из тележки? Да, я не из полки просила изъять, но он стоял на полке. А там не осталось, кстати, еще? Да нет, ну там одна теплая полка, короче, он должен был хранить в холодильнике, хранился и не в холодильнике. Можно подумать, от двух штук ты защитишься. Тут вон, сколько, купленного. хорошо обращаться ко мне на вы. Не буду я к тебе на вы обращаться, заслужить надо мое уважение. А вот ты обязан ко мне на вы обращаться, пиши гражданин Российской Федерации. Поэтому не надо тут художество включать, хорошо? Это он там вот. Вы сейчас с угрозами пытаетесь поднять его решение? Какими угрозами, я говорю, норму права? Сотрудник полиции обязан, я вам буду обязан норму права. Обязан норму права сказать. Я говорю, говорите норму права. Что вы обязаны ко мне в уважительной форме обращаться? Номер статьи закона, может быть, уголовного процессуального кодекса. Вы обязаны каждый раз ссылаться на закон. Об этом говорит ваш закон о полиции. Понимаете? это не я придумывал. Вы не можете произвольно что-то говорить гражданам. Вы должны точно конкретизировать пункты статьи. У нас двое. У вас еще есть мышь. Мы знаем. Мышь, она убирает тут просрочку. Хорошо? Она по семечкам. Не по семечкам. Она и куколозу любит. У вас там непросрочная прогрызина. А директор есть в магазине? Есть. Магазина? Дома. Вот видите. Одной. У нас есть такой товарищ. зовут его Владимир. Он к нам иногда заходит просрочку снимает. Что ж такое? Мы так в сутку говорим Вов, у тебя грудик себе, доплачивать должно уже. Не, я рад. Правильно, мне некогда это делать. Я на кассе сижу. Человек не может это сделать. Он разбирает товар, завозит новый, который поступает. Ну, периодически, да. Вечером что можем по возможности снимаем. А как же они хотят устраивать работу приглашаю сюда только двух сотрудников и обрезаю. Николай, ничего не приглашает, Николай. Ну, вот сюда два сотрудника. Как они собираются работать в Украине? Как управляющие вообще на все это смотрят? Это же нереально сделать два люди. Управляющие это не надо. Управляющие конец. Управляющие что поснимаем? Да я думаю, должно что-то измениться. А поскольку это диксер? Вряд ли. Вряд ли, вряд ли. А поскольку они еще магниты выкинут? К сожалению, я прям даже солидарен с этой точки зрения. А какие-нибудь изменения вообще кадровые предполагаются после этого выкупа или все остается просто на своих местах? А какие кадровые изменения? Кто-то думает сюда приедет и будет работать? Контроль дополнительный устанавливает. Ну, контрольники. Да ладно? Да, это вековая пыль. Вокал у нас со дна моря. Можно оттолтия или нет? Да, да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин